Караван из 10 больших внедорожников с прицепами останавливается в поле недалеко от посёлка Маслова пристань. Здесь уже работают измерители. Накануне приезда спортсменов в воздух запущен специальный шар и теперь за его поведением наблюдают с земли. Выясняют скорость и направление ветра, чтобы определить точку старта. Температура какая там? 37,0, а 95,7. Воздухоплавание для многих семейный вид спорта. Один из ярких примеров тому – команда москвича Дениса Володина. Его красно-белый шар Криолайн уже хорошо знаком белгородцам. К этому необычному занятию он подтянул брата и старших детей – Данила и Алину. Супруга тоже увлекается полётами, но пока занимается воспитанием третьего малыша. Денис уверен, как только сын подрастёт, тоже заболеет небом. Так получилось, что лет 15 назад я попал в одну команду в качестве члена команды наземной группы. И буквально после первого раза, как только увидел воздушный шар, я этим заболел. И болел, и болел, и болел. Не сразу удалось стать самому пилотом. Но я к этому стремился. Это была моя мечта, которую я достиг. То есть это действительно болезнь, которой ты заболеваешь на всю жизнь. Когда я первый раз поднялась в небо на воздушном шаре с папой, мне так понравилось, что я захотела ещё и ещё. Мечтаешь в будущем стать настоящей пилотесой? Да. Вопросы есть по заданиям? Радиус у бубликов там внешний увеличился. Две тысячи. Две тысячи, да. Последние напутствие главного судьи Евгения Чубарова перед взлётом и команды отправляются к месту старта. Ветер немного изменился и корректировать маршрут приходится на ходу. Чтобы подготовить к полёту шар, командам требуется максимум 15 минут. Сначала собираются корзины или, как правильно её называют, гондола с горелками. Затем раскладывается сама оболочка. Мы летим в команде белгородца Игоря Ходорева на флагмане нашего региона – в типовом аэростате Белайра. Высота его купола достигает размеров шестиэтажного дома, а объём составляет 3700 кубических метров. Управлять им немного сложнее, чем другими поменьше. Но для Игоря это уже дело привычки. Несколько минут нагрева оболочки, и вот мы отправляемся в полёт. Каждый день, наверное, нет, не получается. Ну, в тёплое время, ну, вот у нас сезон, лето. Как позволяет, в общем, погода. Если есть погода, то почему не полетать? То ли с кем-то кому-то удовольствие доставить? Если нет никого, почему себе удовольствие не доставить полетать самим? Ведь сейростата на озарённую закатным солнцем землю завораживает. Плавное неспешно. Огромный шар проплывает над полями и оврагами. Зависает над небольшим посёлком. Для местных жителей, которые машут нам рукой, это тоже развлечение. Увидеть столько воздушных шаров сразу – большая удача. Однако рассабляться у пилота нет времени. Надо выполнять задание. Для выполнения одного из заданий с романтичным названием «Вальс сомнений» необходимо как можно ближе подойти к мишене в виде креста и попасть в неё вот таким маленьким маркером. Маркер представляет собой мешочек с песком весом в 70 граммов с привязанной лентой. А мишени на убранных полях едва видны. Это маленькие разноцветные кресты. Однако их размер обманчив. На земле они представляют собой конструкции длиной 15 метров. Где крест находится? Вот в центре поля находится крест, на который надо попасть. Однако в этот раз подойти к ним близко у спортсменов не получается. Ведь управлять пилот может только высотой, но не ветром. Ну вот мы сейчас находимся в гостях у природы. Так как на земле мы шагнули влево, шагнули вправо хозяева земли. Здесь мы как в гостях у сказки, то есть в гостях у природы. Как ветер дунул, так и будет. Изменить мы особо тут, если он будет одним направлением идти, ничего не сможем. В этот день удача отвернулась от всех пилотов. В расчетное время данное задание выполнить не смог никто. А при регламенту находиться в воздухе шары могут только до заката солнца. Такое время согласовала пилотом служба безопасности Белгородского аэропорта. Поэтому пришлось срочно искать место для приземления, и наш шар пошел на снижение. Смотри, справа, первая, дальше, леса заканчивается. Природа еще не сыграла против нас. Не едешь. Ну, смотрите, сказать, что прямо совсем против нас. Нет, плохо, когда бывает такое, что погода вообще не дает нам взлететь. Вот тогда воздухоплавателям на земле не совсем хорошо, они себя не уютно чувствуют, некомфортно. А так у нас полет состоялся. Пускай мы не попали куда-то, но мы все равно стремились, мы работали. Душу отпили, можно так сказать. Удовольствие получили, как бы он ни был, но полет состоялся. Это самое главное. Тут же к аэростату подъехала команда подбора. С ней у пилота есть постоянная связь. Теперь всем надо приниматься за работу, собрать оболочку и вместе с гондолой поместить в прицеп. Соревнования продолжаются. Фамилию победителя назовут уже завтра. Ксения Голуб, Олег Малахов. К этому часу. Белгород.